Добрый день, с вами China Inspekt и сегодня мы подробно расскажем о Realme Q смартфоне, который является конкурентом Redmi Note 8. Я им пользовался больше недели, за это время мы записали ролик сравнения с Note 8 Pro по различным тестам и сейчас мы подведем итог. Готовы? Поехали! По традиции начну с внешнего вида и для начала напомню, что данный смартфон имеет почти такой же размер и вес, как Redmi Note 8, но отличается материалом. Во-первых, здесь корпус выполнен из пластика, задняя крышка хоть и внешне выглядит как стекло, но на практике маркая, не такая гладкая, как стекло и очень быстро собирает пыль. Если использовать смартфон без чехла, то он постоянно выглядит немного грязным, также поверхность может поцарапаться от твердых предметов. Спереди стекло имеет заводскую защитную пленку, которая также марается и не особо приятно в использовании по сравнению со стеклом с олеофобным покрытием. Я бы не ставил максимальную оценку за внешнее исполнение, но и сильно не критиковал за это производителя, учитывая цену смартфона. Единственное, что меня сильно огорчает, это отсутствие индикатора уведомлений, а это уже весомый недостаток. Далее я бы хотел поговорить о экране, который в Realme Q на высоком уровне. Здесь стоит IPS матрица 6,3 дюйма с максимальной яркостью 450 нит. Конечно же яркости недостаточно, чтобы дисплей просматривался хорошо в солнечную погоду, но все же на солнце экран можно разглядеть. По умолчанию экран имеет теплый оттенок, мягкую картинку, затемнение по краям экрана незаметное, а сенсор имеет быстрый отклик экрана. Также отмечу корректную работу режима автояркости. В общем, для бюджетника здесь стоит очень хороший экран. Отмечу также быструю работу сканера отпечатка пальцев с минимальным количеством ложных срабатываний. И то при неправильном попадании пальца в сканер. Если оценивать мозги смартфона, то здесь все на высочайшем уровне, а вернее в бюджетнике стоит железо уровня середняка. Это Snapdragon 712, который выдает высокий результат как в тесте Antutu, так и в троттлинг-тесте. Также здесь есть вполне мощный модуль искусственного интеллекта, который в тесте набирает больше 90 тысяч баллов. Остановлюсь подробно на троттлинг-тесте. При тесте на холодный запуск процессор быстро разгоняется до максимума и держит показатель на уровне 140 гипс. Это происходит на протяжении 15 минут теста. Мы проводили длинный тест в 45 минут и телефон показывал стабильность, держал высокий показатель без троттлинга. Но при этом к концу теста телефон разогревается до 50 градусов, а процессор до 60 градусов. Третий тест был произведен во время зарядки смартфона и мы получили следующий результат. На протяжении всего теста процессор был стабильный и выдавал высокий средний результат в 142 гипс. При этом в конце теста батарея нагрелась до 43 градусов, а процессор до 60 градусов. Замечу, что высокая производительность и отсутствие троттлинга влияют на повышение температуры процессора, что в совокупности дает повышение энергопотребления. При максимальной нагрузке за 45 минут смартфон терял 18% заряда. Во время игры 30 минут телефон терял 10% заряда. За 60 минут включенного экрана телефон потерял 8% заряда. А 30 минут просмотра видео затрачивает 6% заряда. Если говорить об играх, то я частенько играл в новую китайскую игру, похожую на PUBG. Смартфон справлялся на отлично с максимальными настройками, но на Ultra уже были заметны притормаживания. Во время игры телефон ощутимо грелся, но не настолько, чтобы было дискомфортно. PUBG Realme разрешает играть на высоких настройках и идет он без проблем и тормозов. Единственное, в Китае был очень высокий пинг, из-за чего были проблемы в игре. Напомню, что в телефоне стоит батарея емкостью 4035 мАч и быстрая зарядка в 22,5 Вт. С родной зарядкой телефон за час заряжается от 0 до 90%, а полностью зарядить смартфон можно за 75 минут. По автономности смартфон показывает невысокий результат, если активно использовать смартфон, например, играть в день, 2 часа, 1 час смотреть видео, постоянно будет включен у вас 4G и вы будете пользоваться мессенджерами, то смартфона хватит на один день. При умеренном использовании без игр мне хватало одного заряда на полтора дня. Я не могу сказать, что день активной автономной работы это недостаток. Во-первых, из-за того, что смартфон бюджетник с высокой производительностью. Во-вторых, из-за быстрой зарядки, которая за час практически заряжает полностью смартфон. Если говорить о памяти, то смартфон показал следующие результаты на тестах. LPDDR4X оперативка выдает 11,6 ГБ в секунду. Внешняя память UFS 2.1 выдала на записи 195 МБ в секунду, а чтение 532 МБ в секунду. В GPS-тесте следующий результат. Один замер проводился в помещении возле окна на старте тест при одном спутнике. Точность была в радиусе 68 метров. Через 20 секунд было 17 спутников в использовании и точность показывала 26 метров. Через 40 секунд точность увеличила до 18 метров, а количество спутников было 14 штук. На улице тест сразу стартует с точностью в 22 метра, а уже через 12 секунд точность увеличивается до 4 метров с 17 спутниками. А вот потом проседает и держится на уровне 6-8 метров. Давайте перейдем к камерам. Напомню, что в основной камере расположено 4 модуля. Основной модуль многим вам известен. Это Sony IMX 586 на 48 Мп. Сверху от него расположен ширик на 8 Мп и углом обзора 119 градусов. Ниже модуль для макро и модуль глубины по 2 Мп. С фронтальной части расположена матрица от Sony IMX 471 на 16 Мп. Такой же модуль стоит в OnePlus 7 Pro. Сперва оценим авторежим в дневное время. Картинка получается насыщенная, красочная, с естественными цветами. Детализация высокая, а выдержка правильная. В этом же месте 48 Мп фотографируют с такой же передачей цвета. И на кропе видно, что в 48 Мп фотография действительно получается более детализированной. Давайте посмотрим на ширик. Картинка в целом отличная, также красочная. Но вот цветовая передача немного отличается от основного модуля. В ширике проглядывается больше красного оттенка. Следующий пример это при среднем освещении во время заката под тенью деревьев. Отмечу, что в данных условиях глаз видит хуже, чем камера смартфона. В данном случае фото получается с заметными шумами. Есть затемненные, непросматриваемые области. 48 Мп снимают с таким же общим уровнем качества. Но при кропе видно, что даже при таких условиях уровень детализации выше, чем в авторежиме. Ширик снимает на высоком уровне и справляется с задачей в данных условиях. Но вот в отличие от основного модуля, здесь получается фото менее насыщенным. Ночное время с достаточным освещением. В авторежиме картинка получается качественной и насыщенной. Немного имеется пересветов в области вывесок. Этот эффект устраняется режимом ночь. Картинка в режиме ночь получается шикарной. Слегка с чересчур высокой насыщенностью. Ширик в этих условиях показывает средний результат. Слишком большие пересветы, огромное количество шумов и темные области сливаются в черную массу. В условиях минимальной освещенности режим ночь не справляется с задачей. Видны только светлые участки и те очень сильно замыленные. Это не проблема данной модели, а не совершенство фотовозможностей смартфона в целом. Немного о других режимах. В портретной съемке смартфон быстро фокусируется на простых объектах и грамотно размывает фон. Но были в этом режиме и проблемы. Уж очень сложно он фокусируется в данном случае. Макромодуль снимает неплохо для своих 2 мегапикселей, но вот смысла в таких фото лично я не вижу. Можно обойтись и стандартным портретным режимом. Перейдем к видеосъемке. Смартфон снимает Full HD 30 fps с электронной стабилизацией. Картинка очень качественная, но вот стабилизация все равно не устраняет полностью тряску. Но и я особо не заморачивался с плавной съемкой. В Full HD также есть и 60 fps снимает уже без электронной стабилизации, но картинка не расплывается при движении. В 4К картинка выглядит еще круче. Отмечу, что при видеосъемке в трех режимах высокая насыщенность, что придает видео сочность и множество ярких красок. А вот так снимает смартфон в 4К с бюджетным карманным гимбалом в вечернее время. По каким-то не непонятным причинам в данном смартфоне отсутствует видеосъемка на широкоугольный модуль. В целом основная камера делает очень качественные снимки. По уровню могут даже посоревноваться с некоторыми флагманами. Единственное, что у ColorOS программная завышенная насыщенность. Лично мне нравится, но это все же на любителя. Видео снимает также на высоком уровне, но для стабильной картинки будет необходим дополнительный стадикам. Также в смартфоне есть режим Slow-Mo 120 FPS, 240 FPS и 960 FPS. Если говорить о фронтальной камере, то тут тоже все на хорошем уровне. Картинка четкая, с правильными оттенками цвета лица. В портретном режиме грамотное размытие фона, в темное время картинка не такая четкая и с огромным количеством шумов, но с пересветами камера справляется. Единственный недостаток это то, что камеру постоянно нужно протирать, о чем я говорил ранее. Если не протереть, получаются смазанные фото. Видео днем снимает на хорошем среднем уровне, радует наличие электронной стабилизации. Вот так вот снимает фронтальная камера и записывает звук, можете слышать. А в темное время лучше фронталка без таба не пользоваться. В целом фронтальная камера на твердом среднем уровне, а с учетом цены смартфона ей можно поставить жирный плюс. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это о прошивке. Из плюсов отмечу то, что здесь сразу с коробки есть русский язык, встроен Google аккаунт и Google сервисы ставятся без танцев с бубном. В целом прошивка стабильная, за все время не было зависаний и вылетов из программ. Но все же идеальных прошивок нет, в ColorOS есть следующие недостатки. В переводе на русском есть косяки, явных ошибок я не нашел, единственный смысл перевода был иногда непонятен. Второе, что меня бесило, это жесты управления. Внизу есть дополнительная шторка со всеми приложениями на смартфоне. Данная шторка открывается при свайпе снизу вверх. И вот, чтобы открыть список рабочих процессов, тот же свайп снизу в середину экрана. У меня часто вместо списка процессов открывалась нижняя шторка и даже за неделю я не приноровился на 100% управлять этими жестами. Еще один момент, это выход из игры, так же как и на Honor затруднителен. Несколько свайпов занимает много времени, чтобы быстро покинуть игровое приложение, а иногда они просто не срабатывают. У прошивки есть недостатки, но они не такие серьезные и возможно со временем разработчики их устранят. Если говорить о звуке, основной динамик тут среднего качества, как на множестве бюджетников. Звук суховатый, без детализации, глубины и басок. В общем, проходной. Отмечу, что Realme Q имеет слот по 2 сим и SD карту. Отсутствует NFC, инфракрасный датчик и бенды 7 и 20. Теперь подведем итог. Realme Q можно с полной уверенностью назвать одним из лучших смартфонов в пределах 150 долларов. Он не идеальный, но у него есть как большие достоинства, так и небольшие недостатки. Если сравнивать Realme с Redmi Note 8, то давайте назовем те аспекты, в которых Redmi выигрывает у Realme. Первое, это наличие стеклянной крышки. Второе, это индикатор уведомления и инфракрасный датчик. Третье, это звук на видео записывает Redmi лучше, чем Realme. Какие же преимущества имеет Realme перед Redmi? Первое, это высокая стабильность и производительность железа. Отсутствие троттлинга, более производительный GPU, AI модуль. Даже память немного быстрее, если верить тесту Antutu. Второе, это зарядка на Realme быстрее, чем на Redmi. 22,5 Вт против 18 Вт. Третье, фронтальная камера снимает немного лучше. В остальном смартфоны очень близки по показателям. Лично для меня преимущество Redmi менее значимо, чем Realme. И если бы я выбирал один из двух смартфонов, я бы выбрал суббренд Oppo. На этом у нас все. Спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш новостной канал в Телеграме и в группу ВКонтакте. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...